Девушки отдыхают Самая распространенная реакция – снижение работоспособности, подавленное настроение и раздражительность. Но иногда симптомы могут быть куда серьезнее. Это и головные боли, шум в ушах, головокружение, может проявляться в виде ломоты в суставах. Пациенты с хроническими заболеваниями чувствуют, что у них дестабилизировалось артериальное давление. Пациенты, больные ишемической болезнью сердца, замечают, что участились приступы стенокардетических болей. Астматики отмечают, что участились приступы астматических статусов. Поэтому, конечно, нельзя отрицать эту роль – влияние погоды на организм человека. Любое состояние изменения в организме, которое пугает вас, конечно, требует медицинской консультации. Необходимо обращение к врачу. Тем более, если это пациент, у которого в анамнезе хронические заболевания, и вдруг он чувствует ухудшение, это первый показатель того, что нужно показаться своему лечащему врачу, оценить состояние здоровья на данный момент. Метеозависимые люди реагируют на повышение или понижение атмосферного давления, изменение влажности, неустойчивую погоду, резкие перепады температуры, и полностью избавиться от этого, к сожалению, невозможно. Если есть предрасположенность к этому, конечно, человек будет какой-то дискомфорт испытывать. Но уменьшить интенсивность данного состояния, конечно, можно. Это первое. Пересмотреть свой рацион питания. В период морозов и холодов, конечно, никакие голодания и строгие диеты недопустимы. Пища должна быть богата белком, чтобы организм получал достаточное количество питательных веществ. Пересмотреть свой гардероб, чтобы не замерзнуть. Это должна быть одежда многослойная, легкая. Так вы более спокойно и без осложнений перешивете вот этот холодный период. Помочь в борьбе с метеозависимостью могут отказ от вредных привычек, полноценный сон, занятия спортом и активные прогулки на свежем воздухе. Следует помнить, что болезненные симптомы не всегда свидетельствуют о метеозависимости. Поэтому не следует заниматься самолечением, а нужно как можно скорее обратиться к врачу. Редактор субтитров А.Семкин